Добрый вечер, Гумель! И снова у нашей программе цикавые суразмолцы и актуальные темы. И тема «Малая Радзима» одна из них. Мы доведуемся и рассказываем про падеи с историей нашего города, с историей районов в области, но и вядома самой нашей области. Безумовно, про людей, которые необыяково ставятся до лесу родных мясцин и до жития у них. Шановные глядаши, наша программа интерактивная. Вы можете набрать номер 342243 и поделиться думками, вспоминами про родные мясцины. Телефануйте, рассказывайте про улицы и дворы своего дятинства и юнацтва. Далучайтесь и до размовы у Вайбер. Яго номер на ваших экранах. Ну а зараз я хочу познайомить вас с гостем сегодняшней нашей программы. Знаемте себя, калі ласка. Уладзимир Александронец, гисторик и краязнаўца. Добрый вечер, Уладзимир! Добрый вечер, Аллена! И наши глядаши вядома. Ну что ж, Уладзимир Александронец. Цікавасть да гисторые родных краю формироваў з дятинства. У 2008 годзе ў республиканским эфиры пра старшакласника Уладзимира Александронца распавяли як пра самага маладога стваральніка и керавніка музея сельской школы. Магістры гисторычных навук, загадчик аддела па работі з дятячымі і молодзівымі арганізаціямі аб'яднаннямі Гомельскага Дзержавного Абласного Палаца Творчасті Дятсей і Молодзі. Шановный Уладзимир, ну а дзеж ваша, малая Радзима? Ведайте, Аллена, я на ваше пытанне адкажу словами са свого вершам. Я нарадзіўся тут, ў Беларусі, ў вёсцы, што ля Старыцы Днепра. Моя малая Радзима, гэта вёска Руднім Римонава, месца, дзе я нарадзіўся, дзе прайшлі гады моего дзятінства, дзе я рабіў першыя крокі ў такой грамадской дзейнасці, дзе я два гады был депутатам Мясцовага Сельсавета. Калі депутатам? Гэта было ў 20 гадоў. 20 гадоў чалавек депутат Мясцовага Сельскага Савета. І я, разумею, не толькі на словах, але і на справах. Спрабавалі нешта рабіць. І шлі людзі са сваімі пропановамі, са сваімі пытаннімі, і ў Ладзімер Мусіў. Канешні, былі ізвароты, былі ізапыты, і вось мы спрабавалі разам рабіць. І гэта вельмі прыємна. Ну, для вас, як для вельмі дапытліваха чалавека, як доўга заставаліся загадкай назвы родных вёсак. Скажам, вёска Гарадок, вёска Рудня Марымонава. Ну, што яшы там ў Сельскім Савеце Рудня Марымонавскім? Рудня Жигальская. Рудня Жигальская, так? Дарычы добру ж, і гэта не райцентр, а маленькая вёсачка, так? Маленький пасёлок, там. І яшчы адна назвамі не цікавіць Папанін. Саправды, Аллена, вось гэтае назвы наогул пра гісторую вось свого краю роднага. Я пазнаёміўся вельмі рана ў паравнанні са сваімі аднакласніками, аднаготками. Уже ў сёмым класі школьнік обранял доследчую школьную работу на районной конферэнціі пра вёску Рудня Марымонавы. І, канешні, вось гэтай работі папярыднічала така доследчая работа, пытання мяццовых жихаров. І назвы, саправды, цікавыя, хоч махчыма яны паутараюцца, яны ёсць асаблівасці ёсць ў шматлікіх кутках Гомельской області да і Беларусі. Ну, Рудня ёсць, саправды. А гэні кожны вядае, што гэта значыць, Рудня. Саправды, вось гэта частка Рудня, она паказыва на тое, што ў гэтым месце дабывалі жалеза з балотной Руды. Ну, а вось приставка датычна Марымонава, як гаворець лігэнда, што гэтую вёску заснаваў вольны казак Богдана Хмельніцкага. І пасля ад яго пайшлі ўжо прозвіщы мяццовых жихаров, дарэч, адзін з іх насіў прозвіща, мінавіта, Марымон. Ёсць сёння і носьбіты з прозвіщам Марымоновы. Рудня Жыгальская, вось, она такая, пакуль, што назва загадка, ціто гэта невядомая рачулка, жыгалка нейкая працякала. А можна падумаць, што гэта таксама прозвіща нейкега чалавека, які нехалі там жыл, праўда? Ну, махчыма, хаця, вось, наш даследчы Гомельскі, Александр Рогалю, ён, вось, некалькі версі, адна з іх гэта рачулка, або жыгучая крапіва, што шмат было. Хаця, дарэчы, місце балотістое. Вось, назва Добруш, яна двойчы паутараецца на Гомельщыне, гэта, вось, районный центр Добруш і паселак ў Гомельскім районе. Па версіі таго ж Александра Фёдоровича Рогалюва, гэта, вось, можа, быць свечынем пераселення народа ў сёмум восьмым стагодзях і азнашаць, што гэта така нейкая благославленная тэрэтория, месца, прыдатная для жыцца. Пришлі людзі, пагляделі і кажыць, ну, добра ж тут, добра ж, і засталіся. Ну, а Папанін, гэта, вось, паселак, які сваю назву отрымаў 30-е годы, ў гонар савецкая доследчыка Арктыкі, героя Савецкая Саюза, Ивана Папаніна, да гэтага, вось, гэта паселіща мела назву «Хутар Заскар», гэта была зборная назва 17-ти хутаров, які існовалі ў гэтай мясцовасці. Вось, назвы 17-ти хутаров мне, напрыклад, давялося зафіксаваць ад мясцовых жахаров, і яны зараз, вось, ў мясцовым такім асяродзі выкарыстовуюцца, як пэвные географічныя арэнціры. А мне цікава, вось, вельмі хутка, ну, можа, там, гістуры, які ёсці, расказывалі вам пра гэта жахары сталага ўзросту, хутка жахары вёскі Папаніны, ці паселка Папанін, прывыклі да гэтай новай назвы? І ці звалі їх, калі, небудь, Папанінцами? Зараз, канешні, ўжо называюць так Папанінцы, хаця ў мясцовых, вось, некіх ўспамінах, жахаров гэта паселка частей, вось, знову жа, па версіі Рогалі, называлі журавлямі. Чаму, вось, пакуль, што загадка, але то, што, вось, гэтай паселак, некім чынам падзеліны, і мясцовая жахары называлі той паселак і гэтай паселак, таму, што Папанін праходзіць дарога, яка падзеляе, вось, гэтай населену пункт, на дві частки. Хаць, просто невярагодна цікавая історія. З вами шмат чагу даведаюць. Прыходзіць да нас частей. Уладзімір, вы ведаете, што ў нашай праграмі ёсць правіла. Мы абавязкова даём пытання нашым глядачам. Ну, вядома, што вы рыхтаваліся, і першае ваше пытання прагуджыць мінавіта зараз. Шановныя глядачы, увага, пытання ад Уладзіміра Александронца. Каліласка? Шановныя глядачы, маю пытання наступнае. У 16-м стаготці гэты горад ў сучасной Гомельскай в області польскі каролі, вялікі князь літовскі, Жигімонт першы, падараваў сваёй жонцы, міланскай прэнцэсі Боні Сфорцам. Што гэта был за горад? Назавіці аго. Йон, дададзім, што іон і зараз юга, існує, таму шановны глядачы, ваші веды, вось зараз не павінны вас падвесці. Тэліфануйці 34 22 43, толькі па тэліфоне, мы прымаем адказы, і я раскажу, што ж будзе таму глядачу, ў падарунак, які першым правільна адкажа. Вось такі запрашальны билет. Гомельская абласная филармонія прапануе запрашальны билет на дзве персоны ў Грамацко-культурны центр Лангі 17 на заутра 19-го сакавіка. Вядомыя российскія актрысы Алэна Якауліва і Татьяна Лютаева аб'ядналіся, каб працтавіць глядачам спектакль «Варожасць». Шановны глядачы, гэта билет будзе ваш, калі вы правільна адкажця на пытанне, што задаў Уладзімір Александронец 34 22 43. Уладзімір, працягваем гаворку. А што абудзіла ваш інтарес да гісторый, да спадшаны проткаў? Ну, вось чаму узнікла такая цяга да вывучэння? Мая цяга да гісторый, да минулага, айна вось так непарывна звязана з гісторый сямьі. Тому што мінавіта ў дзяцінстві, слухаючы ўспаміны свой бабулі, сваіх бацьков пра тое, як раней жылі, вось гэта ўсё ж так пабуджала да таго, каб пачаць пылны пошук. І, канешне, вось асабліва па матярынскай лініі гісторый роду звязана тесна з Руднімаримоновским сельсаветам, таму што на пачатку 20-го стагодзя мая проткі приехалі сюды з Чарніговской губернії, яны набылі тут хутар, які вось сёння ў мясцовых жыхаров, якта понім захаваўся. І гэта хутар, згодна з архівными дадзінами, які я знайшоў ў Гомельскім архіві нашым, ў 30-м годзі мясцовыя жыхары на сельскім сходзі вырашылі забрать, так і была формуляровка, забрать землю на Ковтуновам Марфы хутарі. Па гэтаму, ну, вось гэта історія сімейна, так сама вялікая чынна вайна, вось пакінула слету історія вайны, прадзяд вояваў во Сходній Пруссі, бітва ля Мазурскіх азёр, шмат родзічаў пропалі без вестаку гады вайны, і вось сёння ў маім архіві заховуюцца гэтае звесткі, гэтае каштовныя документы, асабіста для мяне, так сама важныя історичныя крыніцы. У вас ёсць асабісты архів, і вось гэтае футаздымкі аттуль, так? Так, гэта, вось саправды, такі ўдячны ліст мэму прадзіду за ўдзелу баях во Сходній Пруссі, дзе яму аб'являецца падзяка за ўдзелу ў гэтае бітві. Вось гэтае футаздымак, якраз таго родзіча, які прапаў без вестаку кёнігсбергу ў 45-м годзі, гэта был кашлач Иван Васильевич, курсант офіцерска учыліща, ну і вось на гэтым футаздымку пазначае руднямарымоновскі сельсавет, што саправды гэта ён, і вось аднак звестак абым большніма. Ну і, канешні, вось такім захапленнім спяшчотай я ў дзяцінстві, да і зараз слухаў спаміны сваёй бабулі пра тоя, як яна пятигадовая дзяўчынка без маті, заставшыся сіратой, вось ў часы акупаціі, павін, вымушана была глядзець сваю малочшую сястру, насіція на руках, і як яны беглі ад захопнікаў ў суседні вёскі, які они былі ахоплены ваенными дзеями, хаваліся ў землянках, ў нейкіх хатах, і пасля вызваління, вось гэта прага да жыцця вымушала іх жыць ў землянцы збіраць гнілую бульбу нейкі карані, лісты, каб выжыць. І вось тут, мінавіта, саправды ў гісторій кожного рода, гэта саправдна живая гісторія, яка пабуджае нас задумацца про той шлях, які прайшлі наші проткі. Саправды, нам ўсім треба гэтым цікавіцца, і пакуль не позна распытываць сваіх бабуль, дядуль, прабабуль, прадядуль, каб ведаць пра тэ падзеі, што былі. Ну што ж, а зараз я хатіла б звернуцца да віда матыр'ялу з архіваў тэлі радыя кампанію Гомель. Так, 2008 год. Уладзімір Аліксандронец, старшакласнік, арганізатор і дырэктор школьнага музея. Вось гэтэ з дымкі. Так, гэта той школьный музей, так? Гэта той самы школьный музей. А даречы, гэта вёска рудня Марымонова, да? Рудня Марымонова. Школа. Так. Дзякуй. Ну цікава було самому паглядзець. Ну канешне, гэта таке ўжо саправды рарытэтне, ўжо 10 гадоў, ўжо амаль што гістарычная крыніца. Вось, калі таку згадваць, то така цікавасць да гісторы, яка вось наугул так захапіла, што гэта захаплэння працягвацца і да сённяшняга дня. Гэта саправды, а якім вось тады ў 2008 годзі, я шэрані, тут ж ўжо ўснує, гэта музей, якім было кола вашых цікавасцям, вашых інтарэсаў? Ну, дарэч, вось, калі я был яшчэ вушнім п'ятая класа, мая настаўніца гісторы, я вельмі ёдзячны, Салавйова Галіна Іванна, яка так распавядала натхнённа пра гісторы, я памятаю, што гэта был старажытный Егіпет, тема, і мне так захоті... Гэта был п'ятый клас, і мне так стала гэта цікава, што мы пачалі збіраць някія экспанаты, гэта былі някія фотоздымкі, прадметы побыту, старые ўсё гэта зносілі ў невеличку ў шафу ў школі. Пасля нам дали памяшкання, але празнікаторый час гэта памяшкання нам стала малым, і вось така ініціатывна група школьнікаў написала зворот ў гомельскі... Пад кераўніцтвом у Ладзімира Александронца. Так, можна сказаць, написала коллектывны зворот ў гомельскі райвы канкам, каб нам выдзіліли асобны будынак. Канешні, будынак нам не выдзіліли, але мы тады, канешні, школьнікі, паднялі вельмі багат верхалу, і нам выдзіліли асобнае памяшкання з асобныму выходам ў будынку дзіцяча асада, і вось з таго часу, гэта 2004 год, там і размішаецца музей. Вось так, па ініціатыві звычайніх, дарэчы тады яшчэ, яны не былі старшакласніками, гэта был сёмый клас, з'являюцца музеі. Уладзімір, ў нас ёсць тэліфанаванне, давайте слухаць глядача. Добрый вечар! Аллоу! Вы нас чуеце? Ну, Махчыма, вы нас чуеце? Аллоу! О! Мы слухаем вас і вітаем! Добрый вечар! Аллоу! Аллоу! Як жа вас завуть, скажіце, калі ласка? Як жа вас завуть, Аллоу, Аллена, вечар добрый? Вечар добрый, нам вельми пріемно, скажіце, як вас завуть? У нас просьба ёсць до Владимира, добрый вечар вам і вашій програмі. Добрый вечар. Да поможіце нам, выпускникам, чо-небудь прознать, доведацца, про лёць прозвищ Бернацке. Мы, одноклассники, шукаем свою одноклассницу, Любу Бернацкую. Яна окончала школу-інтернат, нумар адзін, што па уліце Комсомольской. Так. Калі ёсць у вас якей, небудь пра іх близких, родных, то застався, пателефануйте мне. Вы пакіньце, калі ласка, ваш нумар тэлефона. Абавязкова пакіньце нумар тэлефона. Уладзімір пачуў вашу просьбу, ваш запыт. Ну, я не ведаю, ці зможа ён да памахчы, але як мінімум падкажа, да каго можа звернуцца. Ну, саправды, прозвіш Рудня Маримоновская, Бернацьких, у нас шмат пагэтаму, ну, варта стэлефанавацца ўжо ў приватныў гутарцы, даведацца больш падрабязнасті, каб весті пошук. Саправды, наш редактор на тэлефоні, я думаю, ўсе кардынаты пакінуў, і вы зможыці звязацца з шалавекам. Шановны глядачы, 342243 можна набраць і расказаць пра сваю малую радзіму, пра двары, мястэчкі, вёсэчкі, ваше гадзятінства і юнацтва, калі ласка тэлефануйте яшше і дзеля таго, каб правільна адказаць на пытання. Владимир, я папрашу вас яшше раз яго палтарыць. У 16-м стагодзі польскі кароль і вялікі князь літоўскі Живимонт першы падараваў гэты гораду сучасной Гомельской в області сваёй жонцы миланскай прэнцэссі Бонни Сфорца. Назавіцца гэты горад. Гэты горад існує. І сёння такі буйны адміністраційны центр ў Гомельской в області і ну калі падказка, то сёння там з гэтым горадам звязана дзейнастю Владимира Краткевича. І всё. Не падказвайте, не падказвайте, ў нас ёсць тэлефанавані, давайте слухаць. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Мэвас світаєм, як вас завуць? Меня завут Анна. Ганночка, добрага вечера. І ў вас ёсць адказ на пытання? Да. Насколько я помню, со школьной ещё программы, хотя я закінчила школу очень-очень давно, но у нас был очень интересный учитель истории, нас заинтересовал, і, насколько мне помніться, по-моему, это город Рогачёв. Гэта вельми-вельми правильна. Гэта Рогачёв. Ганна, гэта правильный адказ. Не кладіце трубку, будьте на сувязі. Гэта запрашальна билет на две персоны на заутра ў Грамадскій Центр Культуры на спектакль зуделам Алены Яковлёвой і Татьяны Лютаевой. Ён ваш. Дамавляйтеся, як яго забрать? Але я хачу ўсё ж такі пытання вам задать. Скажите, калі ласка, ў якой школі вы вучыліся? І назавіте ў рэшці імя таго настаўніка, які даў вам такіе веды? Вы знаете, я учылась в средній школі номер 30 города Гомеле. Я закончила школу в 81-м гаду, но до сих пор помню нашого замечательного учителя Алексея Ивановича. Это ўчым приятно. Я думаю, што вельма прыемна таму чалавеку, які падшул своё імя Махчыма і ваш аднакласнікі гэта падшули. Дзякуй вам, Вялекі, гэта запрашальны билет ваш. Владимир, ну трошцькі пачакаем, другое пытання адразу задаваць не будзем, а вось на конд ваших істарычных цікавасцяў, дзякуючы да следванням аматораў і крэзнаўцаў. Здаваўся, такі звычайныя населіная пункты адскрываюцца міру, як незвычайныя куточкі. Гэта можа датычыцца і вёцкі грабаўка. І я ведаю, што вы мелі дачынене да работы, якую там праводзіле, так, да слечыцкой работы, калі ласка. Ну, перш заўсё, варта узгадаць, што ў гэтым годзе спаўніцца пяць гадоў з того часу, як мы разам з командай ў межа вялікага республіканцкая праекта «Жываю гістория маўго краю» реалізавалі міні праект «Грабаўскі парк». Гэта было ў 2004 годзе. І саправды, вось, для мене гэты праект іон настолькі блізкі, іон дарагі, таму, што гэта першы мой праект, і гэты праект садзейнічаў таму, што я для сябе адкрыл сферу праектнага менеджменту. Для мене зараз гэта вось, ну, адна частак такой професійной дзейнасті. І, канешне, гэта і добраўпарадкаванні тэрриторіў парка, і пахавальні рода фашчаў, і даследванні видавога стану і складу Грабаўска парка прасядзібнага. Гэта і адукацыйныя курсы, майстар-класы, навучальны курс театральнае мастацтва, затым адкрыцьо музейныя экспазіціў ў школі пасля реконструкціў, і, канешне, кульмінація, гэта фестываль Грабаўска интермедыя. Вось, ўсех гэтае дзеяні, яны былі праектны, але апрача гэтага, на мой погляд, вельмі важны іх ефект. Яны, па перша, адкрылі незвычайну, цікавую і да канца невывучаную гісторію Родна Акраю. Вось, гэтае, здавалася б, адносна невялікую вёску, пачалі гаварыць. Гаварыли і з екранаў тэлевізараў, і ў радеуэфір, і на старонках газет, часопісаў. І самая галовнае, на мой погляд, гэта тое, што мясцовыя ж хары, грабаўцы, яны сутыкнуліся з гісторы, і для іх яна падалася каштоўной. І, канешне, ў праектной дзейнасці вельми важна тое, што праз некалькі, празнікаторы час, калі вось ёсць эффект ад праекта. Я могу сказаць зупыўненасцю, што сёння такі эффект ёсць, нават праз 5 гадоў, калі мясцовая каманда, мясцовая інициативна група падала заяўку на конкурс соціальных праектаў «Сошывал Уікэнд». І вось яны зараз праходзіць вось такоя стадоў народна галасавання. Гэта праект накераваны на добраўпарадкавання Грабовскага в озера. Для мене сабіста гэта вельми великий поспех, таму што гэта саправды эффект ад праекта, што не закончився 5 гадоў назад, а працягваецца ідея гэта і зараз. Вось, дарэч, фовідеаматэр'ял, што гэта за герб ў выглядзі металічной пластіны, што гэта было? Витрымалі ў руках, дарэч. Гэта вось пачас добраўпарадкавання тэрыторі пахавальні рода фащаў, мы знайшлі гэтую таблішку, на якой сказано, што тут пахаваны Атон фащ уладальнік вёскі Грабовка. Надпіс на польской мові. Гэта было, вы просто прыбіралі ў парку, так, і знайшлі гэтую пластіну. Цікава. Уладзімэр, я просто веру, што ў кожной вёсцы адной чысь з'явіцца такі чалавек, ну як вы, ініціатывны, які просто, ну скажам, заінтрыгуяць пачатку, так, скажа ўсім жыгарам, што гэта вельмі цікава, карысна і каштоуна, і заім пайдуць людзі. І вось гісторія кожнага насельнага пункта ў Гомельскай в області, і ана нек, скажам, адкрыя свая сакрэты тым, хто саправды затікавлены ў гэтым. Ну, як мінімум, выта гэтага імкнеціся і людзі, які, ну скажам так, пашу паплечнікі, їх жа шмат? Хочется верыць, і тое, што паплечнікав, аднадумцав, тых, хто падзіляемая думкі, на тое, што гісторія і минулае, на самой справі, гэта даволі істотны, даволі моцны інструмент развіця мясцовой супольнасті. Гэта пэлны стымул да развіця вёскі, да яе туристычнай прывабнасті. Мы сёння, саправды, можам не зауважаць, некіх фактаў, падзей, асоб, які мели месцца ў тым ціншым населенным пункці. Але аднойчы, калі з'явяцца вось ты, каму не неабыякава, гісторія вёскі населенного пункта, яны адкрыюць, гэта населенный пункт, і ён загучыць пановаму. У ім будзе хатецца не толькі жыць, але ў гэта населенный пункт будзе хатець прыезжаць. Я вось ў гэта вельмі веру. Дякую. Мы можам не зауважаць тое, што побач, тое, што ляжыць, на прыкладу, нашай шафі, ці ў шафі бабулі, вось такі рушнікі. Дарэч, гэта саправдныя раритэты, і яны пэлна для вас вельмі дарагі. Скажыць, што гэта? Ну, рушнік. Ну, саправды, вось гэта раритэты, яны для мене... пачатку маёй даследшыцкой дзейнасті ў сферы традиційной культуры. Гэта было ў 2006 годзем разам з даследшыццей Рыгіной Станиславной Гамзовіч, калі мы пазнайоміліся на адной з навуковых конферэнцій, і она пріехала ў Рудню Маримонову і пацягнула мене па вязковых бабулях збіраць фальклор записваць. І вось адна... І рушнікі. І рушнікі. І празвычай свого населенного пункта і она так вось ну а гэта вам. І вось гэта рушнік ён датуецца саракавым саракавымі гадамі 20-го зя паходзіць з Лоевского района. Для мене... И вы рашылі, што гэта саправды каштоунаць, саправды... Ну гэта і ёсць каштоунаць. Гэта саправды каштоунаць, гэта узор вось розных технік ткацтва. Лоевский район. Лоевский район. Не просто так вы мне казалі, што вёска пярэдзялка Лоевского района, дзе та самая Сутковская сарэднія школа і она вам вельмі близкая. Вы шмат ведаеце, адшуваеце, калічуеце гэтае назвы. Саправды, вось здавалася б Лоевский район, хаця гэта таксама, мая другая, малая радзіма. І з гэтым населенным пунктам звязана сімійная істория. У Сутковской школі былым сядзібным доме, якім володалі Рудзіевскі, Юдзіцкі, Барановскі, зараз знаходецца школа. У гэтай школі вучыўся мой батька. Адной чы па... Это у зараз так Вось, гэта яна. Адной чы он так вось узгадав, што я помню, як у перэдзялку приезжала дачка Катярына Василёна Барановская, пошній уладальніцы перэдзялки. Она хацела выкупіць гэтую сядзібу, але вось статус гэта помніка не даў такой махчымасці. Ну і все, здавалася б ўспамін, да і ўспамін. Але адной чы ў сямейной шафі, вітрыні я натыкаюся на гэтай фото з дымак, думаю, некі, ну чалавек, пачынаю допыты сваіх родных. І аказывацца, гэта мой прапрадзяд, гэта дар рэволюційны з дымак, Примачэнка, Антон Яковлевич, вось тут асабістай рукой падпісана яго брату. І аказывацца, па ўспамінах, што ён жыл ў пасёлку Васхотлоевская района, што амаль, што Побач з пярэдзялкай, ён сябраваў з Барановской, і ну вось так складываюцца гісторычныя падзея і реалі, тоя, што пасля рэволюцій, па сямейных ўспамінах, ён разам з Барановской і эміграваў за мяжу, а тут, нажаль, абой, ну так склалася, засталася жонка і дачка. Ну вось, гэта таксама, такое свеччыня таго, што гісторычныя падзея могуць па розному уплываць на сямю, могуць дзяліць не толькі народы, але і сямі. Ну і ў ў 2013 годзі я апынувся ў перэдзялцы, гэта была моя така давнія мара, і, канешні, я могу сказаць, што гэта аура гісторы просто неверагоднішая. Я хадзіў па гэтай вуліцы, па двары гэтай ўжо сучасныя школы, ў мене такое было уражэння, што я ўсё ж такі тут калісті был. І, канешні, гэта не дарма так, таму што ў гэтых мястінах частка мою сям'ї, частка моего роду, і, канешні, гэта вельмі так аставляя пэлны слід важны. Дзякуй вам, Вадзімір, шановны глядачы, на Беларусь 4, добры вечер, Гомілі, сёння мы гаворым пра малую Радзему. Дорогие друзья, тема «Малая Родина» многогранна, и мы не раз будем к ней обращаться в ближайших передачах. Сегодня о своей «Малой Родине» рассказывает краевед-историк Владимир Александронец. Владимир, вот согласитесь, хорошо ведь, когда о малой Родине рассказывают молодые люди. Это так приятно? Ну, саправды, гэта такі, на мой погляд, важны показальнік таго, што у нас будзе добрая будушыня, калі молодь, падрастаюша, пакаленне звертаецца, ўсё ж такі да сваіх каранёв, таму што, вазі гэта збіта выказвання, але без минулага нема будушыня. Саправды, так. Я хачу зараз працтавіць ўдзельнікаў нашай праграмы. Фіналісты конкурсу Міс и Містер Гумельская область 2019, Олег Кучарэнка і Марына Магільная. Добрый вечір. Добрый вечір. С вами по-русску, так? Хоть я не сомневаюсь, що ви родной мовою володаєте. Таким чином. Олег Кучарэнка работает лаборантом, педагогом дополнительного образования в Жлобинском государственном металлургическом колледжі. Активный, позитивный, творческий. Сцена для него, дом родной, участник команды КВН, снимает видеоролики, занимается спортом. Самый опытный участник конкурсов стиля і мужества мистер города Жлобина. Олег, все правильно? Все так, все верно. Так, Марина Магільная, студентка Гомельского государственного медицинского колледжа. Амбициозная, целеустремленная, творческая, спорт для нее, неотъемлемая часть жизни, отлично плавает и регулярно посещает фитнес-тренировки, занимается конным спортом, учится в модельном агентстве. Марина, все верно? Да. Когда вы только все это успеваете, друзья. Ну что ж, расскажите нам о вашей малой родине. Только очередной раз я вас попрошу, сделайте загадку из своего рассказа для наших телезрителей. Кто первый? Чтобы они, ну, чтобы вы не называли населенный пункт, а загадками говорили, а мы тут с Владимиром попытаемся догадаться. Давайте я начну. Давайте. Ну, во-первых, моя малая родина – это город. город, который находится на берегу Днепра. Так, Владимир. Жители этого города обладают стальным характером. Ну, я думаю, можно продолжать, но стальной город, в общем, так скажем. Стальной город. Владимир услышал и готов ответить. Ну, конечно. Конечно, но... У меня будет ады загадка додатковая. На гербе гэта города – лодка, так? Владя. Владя. Гэта Жлобин. Верно. Заправду, все так. Так, Марина. Моя малая родина расположена на юго-востоге республики, на реке Сож. Это город, в котором когда-то жила семья Паскевичей. И в первую очередь это город чистоты, красоты и доброты. Вот как красиво. Владимир. Я так разумею, гэта знов пытанье до мене. И, конечно, гэта наш родный Гомель. Правильно. Соправды так, Владимир, вы малайчина. Я хочу сказать, что ребята готовили одно из заданий конкурсу. Создать ролик о своей малой родине им нужно было. И один из них прямо сейчас мы посмотрим. И так Олег Кучеренко представляет город Жлобин. Здравствуйте. Я люблю свою малую родину, а именно мой родной город Жлобин. Но сегодня я хотел бы рассказать вам про два самых важных для меня места в этом городе. И первое место, как бы странно это ни звучало, но это белорусский металлургический завод. А дело в том, что мой дедушка, Кучеренко Павел Иванович, был назначен первым главным инженером завода. Он переехал со своей семьей из Украины, чтобы построить этот гигант белорусской промышленности. И если бы не завод, то и меня бы тут не было. А второе место – это металлургический колледж, где я учился, а теперь работаю. А сейчас я вам хочу чуть-чуть подробнее рассказать про эти два места. Мы выращиваем металлургом от нуля до дуру. Сейчас мы познакомим вас с самым другом. Соправляю где-то кипи стали вары, отправная точка, центр производства сплавов. Искурдник для рабочих, пищи, электроды и 110 тысяч вор. Светый шлак и металл рекой плывет. Вот это поворот! Я варю сталь, в ложка мешая суп это. Добавляю словно спец или гирующие компоненты. Я ведьмак, я мак. Мы алхимики, ребята. Даём металл высшей пробы парням из проката. Мы лицые ребята, мы парни из проката. Катаем сотни тонн металла в час, не катая варту. Волки, брюмы, заготовки, катанки, фальшиестаны. Это наша тема и программа. А вы б меня мама? Много километров сплошной заготовки в сутки. Здесь трудятся богатыри, работа тут не шутки. Мы в стране жутки между плавкой и канадской. Ребятки из метиза в проволоку протянут глазка. Мы вперёд смотрим гордо, мы в сердце забота. У Олега так много было материала, что никак не уложился в хронометраж. Но интересно было смотреть. Очень здорово. Вопрос у меня такой. А из какого же города приехал некогда дедушка строить металлургический завод? Дедушка сам родом из Днепропетровской области, но свою рабочую карьеру начал в Запорожье на заводе Днепрспецсталь. И там начинал от подручного сталевара, закончил начальником цеха и после этого ему предложили должность первого главного инженера, чтобы построить этот наш гигант белорусский металлургический завод. Это очень здорово. И я так понимаю, вы работаете тоже на заводе, но педагогом. А, в колледже. Я работал на заводе, я заканчивал металлургический колледж и два года отработал на заводе тоже. И после этого уже потом пошёл работать в колледже. Давайте Марина спросим. Конечно. Вы бывали в Жлобине? Видели ли белорусский металлургический? Ну, этого не видела, но я была в Жлобине, и я видела памятник, посвящённый детям, в память как жертвам войны. Это Красный берег, наверное. Да, да. Очень запомнился. Просто в моём сердце он. Так вы путешествуете по Гомельской области. Это очень приятно. Знаете много, наверное, да? Да. Марин, я так думаю, что мы не будем откладывать в долгий ящик просмотр вашего ролика. Попрошу режиссёра вывести ролик на экран. Внимание. Мой город, родный город понад сожем. Мой кожный подых, кожный крок с тобой. И хмурым я деньком с тобою, и погожим. И всё на свете проживаю я с тобой. Ты ведаешь у все мои сустречи. З усих боков обглезив ты меня. Люблю, как надыхаетесь вечер, и в ушки в окна загораются твои. Витаешь добрыню и гоешь душу, что полная любую домотули дорогой. Шерехи батьков, я сберегу, и не порушу, монат-то я счастливая с тобой. Мой город, родный город понад сожем. Люблю тебя, бо лёсу светка ты моего. Люблю тебя и с солнцем, и с морозом. Бо кропелечка лёсу я твоего. Прекрасные ролики, как и все эти ролики, которые мы видели до сегодняшнего эфира. Ребята, конечно, стараются. Мне кажется, каждый хочет выделиться на общем фоне. Каждый хочет рассказать о том, что ему действительно дорого. Но Марина Иши и народной мове рассказала их это вельми приемно. Мы вам, Даредши, подрихтовали и задания народной мове, а лет трошки поздней. Зараз свое задание для глядачоу. Владимир Александронец, бо у нас я еще один приз есть. Калиласка, телеглядачам. Пытание, увага, телеглядачи, шановные. Шановные телеглядачи, наступное питание гучить таким чинам. З везки Рудня Прибытковская, что у сучасным Гомельским районем... Тут недалеко от Гомеля. Так, саправды. Паходзець, гэты выбитный державный дзеяж советского периоду. Перший секретар ЦК Коммунистычного Союза молоди Беларуси. Коммунистычной парты Беларуси пасля военной. Член Политбюро ЦК КПСС. Назовите, як звали гэтага чалавека. Имя и прозвища гэтага чалавека. Шановные глядачы, востаки, запрашальный билет на две персоны на 27-го саковека. На сцене Палаца культуры Чигуначнікаў за любоўю глядачоу будуть змагацца. Адзін з лепшых выканаўцаў аргінтынскага танга на рэдкім музычным інструментце банданеоне Андрей Глазенкоў. І блескучы гітарыст-вертуоз, які заваяваў серце аматраў танца фламенка Андрей Вайцяхоўскі. Вось такі канцерт. Калі ласка на две персоны. 34-22-43. Ну а ў нас ўстуды Олег Кучарынка і Марына Магильная. Мы гаворым пра малую Радзиму. Ну я так разумею, што зруч, більш зручна. На русской мове, тому давайте на русской. В вашых роликах вот интересные моменты были затронуты, очень красивые планы были сняты. Понятно, Олег вообще мастер, он преподаўт искусство видеосъёмки, да, на занятиях. И монтаж, это очень здорово. Но наверняка что-то осталось за кадром. Я имею в виду все те истории, которые вам ещё хотелось бы рассказать. Может быть, вы расскажете нам об истории улицы, на которой вы живёте, или о какой-то интересной военной истории, или любой другой семейной истории, что-нибудь очень интересное, то, что для вас дорого, то, что вы цените и очень хотите поделиться. Марине, пожалуйста. Марине, конечно. У меня, я, конечно, показала в своём видеоролике свою маму, но я хотела показать всё-таки больше свою семью ещё, потому что я очень ценю и люблю её. И если мы затронули традиции, то в моей семье есть такая традиция, вот когда Пасха, вот моя бабушка, она всегда готовит булочки в печи, хоть мы сейчас в современном мире, но... А где же она печь в Гомеле находит? Или она не в Гомеле живёт? Она живёт в Гомеле, но у нас есть соседка, у которой есть печь. И понимаете, как это сложно. Я говорю, бабушка, но мы живём в современном мире, но почему так? Не пойти в магазин и купить кулич? Или хотя бы просто в духовке, да. Но вот так вот, но зато это самые вкусные булочки. И вот. Прекрасная традиция. И, кстати, очень скоро нам придётся всем покупать печь куличи. Не забывайте, дорогие друзья, что их можно лучше всего испечь в печи. У кого есть такая уникальная возможность, сделайте это или хотя бы покажите, как это можно сделать. Правда? Да. Спасибо, Марина. Олег, пожалуйста. Ну, если продолжать тему традиций, то, опять же, от дедушки. У нас досталась такая традиция. Приемники, мы с братом продолжаем. Дедушка в международный женский день 8 марта всё время стал ранним утром. Покупал букеты всем женщинам в семье. Он просто обязан был самым первым приехать и каждую женщину самым первым поздравить. С самого утра с шикарным букетом. Никто раньше не успел. Да, да, он обязан был самым первым это сделать. И теперь вот мы как-то переняли с братом эту традицию и поздравляем наших женщин. С самого утра встаём, закупаемся и летим поздравлять. Ну, было бы ещё хорошо, я вот думаю, чтобы это было не только 8 марта. Ну да, поработаем над этим. Подумайте, Олег, подумайте. Очень приятно. Ну что ж, если вы думаете, что в нашей программе не удастся вам поговорить по-белорусски, ошибаетесь. Попробуем, друзья, потому как мы уже подготовили задание на белорусском языке, но прежде послушаем телезрителя. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Алло. Мы вас слышим, а вы нас? Слышу, но мне что-то слабовато. Слабовато. Будем говорить громко. Давайте познакомимся. Меня зовут Анатолий. Очень приятно, Анатолий. Скажите, откуда вы звоните? Вы гомельчанин? Да, я гомельчанин. Так. Ваша малая родина в областном центре? Да, мой родный город – это Гомель. А на какой улице живёте? В каком районе? В Центральном. Прекрасно. Ну что ж, Анатолий, есть ли у вас ответ на вопрос? Вы знаете что, я думал один ответ, но вот что-то у меня засомневался. Я могу два ответа сказать, или только один? Анатолий, давайте сделаем так. Мы попросим Владимира повторить вопрос, а вы уже решите, какой ответ дать. Хорошо? Договорились? Пока Владимир задаёт вопрос, Анатолий решает. Пожалуйста. Завёзка и Рудня Прибытковская, что в сущасном гомельском районе, походить гэты выбитный державный дзеяж советская периода. Перший секретарь ЦК ЛКСМБ, перший секретарь ЦК КПБ, член политбюро ЦК КПСС. Назовите, як звали гэтаю человека. Рудня Прибытковская. Калиласка, Анатолий. Ну, значит, у меня была мысль, что это Мазаров, но Мазаров вроде родился в Белице. Я думаю, что это Слюньков. Так. Что робить будем, Владимир? Что будем робить? Усё ж таки вам, Анатолий, трэба выбрать. Один отказ. Один. Один всё таки ответ, да? Так, ну, явно не два человеки. Давайте всё таки, наверное... Наверно, всё таки, я думаю, Мазаров. Гэта так, шановный Анатолий, гэта Кирыла Трофимович Мазаров, яке нарадзіўся ў Гомельскім районі. Шановный Анатолий, мы вас свиншуем. У новобіліцы, кажуць, Владимир? Не, не. Паглядзіця, я больш докладныя звездкі. Владимир жа ён ў архівы наведывая і докладна рифтаваўся да программы, гэта сапрауды так. Шановный Анатолий, як бы там не было, гэта запрашальны билет на две персоны ваш. 27 сакавіка вы зможыця наведаць судоўны концерт. Пакидайте вашы кардынаты, забирайте гэта запрашальны билет і абавязкова наведаць концерту сягу найлепшага. Ну што ж, а ця перш, ануныя мая Марына і Олег, выпрабаванне для вас. Бо малая радзіма, гэта і месце, дзе гучыць родная мова. Без займальнага пытання вы не застанеціся. Спачатку паслухайце падказку, а потым працягніце прыказку. Гэта прыказка ўжываецца, як адзін з паказчыкаў народнага календара прыроды. Ну скажам, назіраюць за прыродай і кажуць. Калі гусі нізка, то зіма... Близка. Малайцы. Ну, знавцы просто, просто знавцы. Сэнс наступныя прыказкі такі. Калі узяўся за якую справу, то выконва яе да канца. Ну, а цяпер сама прыказка. Калі улез ў дугу, дык не кажы, што... Нізмагу. Малайчынка! Малайчынка! А як мне падаваецца, Олег, які кажа, умніца, ну просто цудовна. Ну, а цяпер, глядзіцца на прадметы побыты наших проткаў. І які ваше меркаванні? Што гэта? Называем па беларуску. Калі ласка? Як гэта па беларуску назваць? І што, ну, для чаго гэта пасудзіна была? Патрэбна. Ну, і аклічыцца, ваше меркаванні? Гэта... Ну, бачыли хоць калі небудь? Што ёсць такое. Ёсць такое. А ў Ладзімера, ў музея іх шмат было. Так, ну, скажыцца, назавецца, што гэта? Адбівалі што гэта? Так, ну, пасудзіна. Гэта пасудзіна. Воду пасудзіна. Пасудзіна, не, не для вады. Гэта дзяжа. Гэта дзяжа. А што ў дзяжы ставілі? Што рабілі? Дарэчы на вялік дзень? Шо-то смачнае. Ну, што істі смачнае? Так ставілі тєста. Вядомо, ў дзяжцы заўсёды замешвалі і ставілі, і растілі гэта самая тєста. Ну, што ж, тепер вы ведаеці, што гэта дзяжа? Драўляная пасудзіна, склёпак з вушками. Ну, і яшчы адзін фото з дымак. А як вы лічыці, што гэта? Ну, вашы меркаванні. А Владимир ведае? Ведае, ведае. Владимир нам шас. Владимир вам зараз падкажа? Штось, я сумніваюся. Владимир не можа быць, каб не ведаў. Ну, для дзяцей не шмат шагу было. Была люлька, ў якой дзяцей калыхалі. А тых малых, які толькі вучыліся хадзіць, ставілі вось ў гэтае хадункі. І дзяткі вакол гэтага слупочка і хадзілі. Бачыцца? Зразумілі, як гэта працавала? Гэта хадункі. Старажытныя беларускія хадункі. Дзякуй вам, Вялікі. Так, тя пірвых гэта ведаеці. Ну, што ж, я яшчэ хачу рассказаць нашым тэлеглядачам. Уже 6 апреля в 17 часов в Гомельском драматическом театре состоїться финальна шоу первого областного конкурса красоты і граці «Мисс Гомельская область», а також конкурса стиля і мужества «Мистер Гомельская область-2019». Организует і проводит його Центр моды і красоти «Хрустальная Нимфа» при поддержці гомельського областного исполнительного комітету. А генеральним інформаціонним партнером є телерадиокомпанія «Гомель». В программе «Добрый вечер, Гомель» мы приветствуем 4-х финалистов конкурса сегодня, 20-го и 27-го марта. И до шоу успеем познакомиться со всеми претендентами на титул «Мисс и мистер Гомельская область». Ну, а сегодня у нас в гостях были Олег Кучеренко, Марина Могильная, финалисты первого областного конкурса «Мисс и мистер Гомельская область». Ребята, успехов вам в конкурсе. Дорогие друзья, мы встретимся после рекламы и поговорим с Владимиром Александронцем и еще с двумя финалистами конкурса «Красоты, стиля и мужества», информационным партнером которого является телерадиокомпания «Гомель». Дорогие друзья, расскажите, где ваша малая родина и какие шаги к ее сохранению все мы вместе можем сделать. Это «Добрый вечер, Гомель» – интерактивная программа, в которой принимается сообщение Viber номер на экранах и по телефону 34 22 43. Наберите наш номер и расскажите, где ваша малая родина. У нас в гостях историк и краевед Владимир Александронец, а также финалисты конкурса, генеральным информационным партнером которого является телерадиокомпания «Гомель» «Мисс и мистер Гомельская область» Анна Кацуба и Никита Евтушенко. Ребята, добрый вечер. Здравствуйте. Итак, Анна Кацуба, студентка третьего курса Международного университета МИЦО «Экономика и право». Занимается моделингом, активная, веселая, готова много работать, чтобы достичь своей цели, любит петь, гулять с друзьями, участвовать в различных конкурсах. Ну а теперь визитка Никиты Евтушенко. Главный бухгалтер Петриковской районной организации Белорусского республиканского союза молодежи любит искусство и фотографию. Гуманитарий активно принимает участие в различных мероприятиях районного и областного масштаба. Ребят, вы такие активные, это очень здорово, еще и веселые, улыбчивые. Ну, именно такие обязаны просто быть на конкурсе, потому что Гомельская область, по моему мнению, конечно же, лучшая. Лучшая и лучшие представители у нее на конкурс красоты. Мисс и мистер Беларусь, правильно? Ну что ж, ждем от вас рассказа о вашей малой родине. Но опять же прошу не напрямую, а загадками, чтобы ввести в заблуждение Владимира. Хотя, на мой взгляд, его в заблуждение вообще ввести невозможно. Кто начнет? Никита, Аня. Начну я, да. Моя малая родина, это город, и он находится на высоком берегу реки Припять. В самом сердце Полесья. Так. Сейчас в нем, в городе, строится завод. Вот. И это все добавляйте. Владимир, есть ли у вас версии? На Припяти, в самом центре Полесья. Завод. Завод. Новый. Да, и там живет Никита. Ну, конечно, мне падается, што гэта районный центр, який заусёды примае международный фольклорный фестываль «Поклич Полесья». Да. Ну, просто немахчима, немахчима заблыть гэтага чудовного человека, гэтага знавцу. Саправдой, так? Да. Так. Ну, а теперь, Аня. Ну, это город. Там есть замечательный большой цирк. Также прекрасный парк, красивый очень. Ну, и завод по производству сельскохозяйственной техники. Что это за город? Ну, так сама, у Беларуси, калей, не помыляюся, только два городы маюць, будынок цирка. Так, и у Минска Гомелі. И у Минска Гомелі. Ну, зрозумела, не з Минску. Подказывает сердце, што вы из Гомелі. Правильно, да. Саправды так. Ну, что ж, а тепер до тых работ, які Микита і Ганночка працтавляюць у нас на передаче. Ну, спачатку ролик Микиты. У кожного человека ёсць радзіма. Месца, де ён нарадзіўся. Мая малая радзіма гэта невелікі город ў самым центры Палесся. Ліэнда обвяжчаю, што ў 10-м стагодзе ёдвішским князям Петракам на березі Прыгожы і мугудна ракі Прыпяць был заснаваны город, названы ў ёго гонор. Горад Петракал. Йсторія мая малая радзіма складанная, а я шлях церністы. Але не глядзіцца на гэта, жыхары Петракалшыны выстояль, передаючыць пакалэні ў пакалэня традицы, лігэнды і апавяданні. Апавяданні пра навыяжнішы і апайдзеі, выдатных асобах і іх подзігах. Зараз Петракалактывна развіваюшыся горад, со своім унікальным обліччым, якоя ствараецца дякаючы багатай ёсторай, нікранутай прыродзе, культурной спачані і нарешті самімі жыхарамі. Я люблю свою малую радзіму за тоя, што яна не такая кусе, за тоя, што подарыла мне жыттё. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Попытаемся рассказати о Петрикове так, что она сможет там увидеть, что она сможет там узнать, чтобы она захотела туда приехать? Ну, во-первых, наш город, у него необычайно красивая природа. То есть, вот я уже говорил, что он находится на берегу реки Припять, и там раньше были болоты. Это полесья, потом их, конечно, осушили, но природа вот эта первозданная осталась. То есть там правда очень красиво. А сейчас, Анечка, весна, и это всё пробуждается. Это просто великолепно! Продолжайте! Затем у нас есть красивый парк, опять же, где опять всё расцветает, как и в природе. Ну, в принципе, город богат своей историей. Особенно историей вот начала советского времени, потому что мало осталось сведений по поводу того, что было до советского времени. Ну, какой-нибудь нам факт такой интереснейший, пожалуйста. Наш город освобождал герой Советского Союза, моряк Николай Аполликарпович Чалый. У нас в городе, в парке, стоит ему памятник как освободителю. Он, к сожалению, там и погиб. То есть он захоронен у нас в городе, и вот его последнее пристанище. Ну, а если Анечка любит народные песни, танцы и, ну, желает посмотреть на интереснейшие работы там... А махчимый поудельничать в конкурсе Полесского проигаживания, которые традиционно проходят в фестивале. То можно приехать тоже в Петриковский район. Прекрасно. Спасибо большое, Никита. Ну, а теперь к работе Ани. Я люблю свою малую родину, потому что она для меня родная. Здесь я чувствую себя собой. Я родилась в прекрасной стране Беларусь, в городе Гомеле. Думаю, у каждого в жизни есть такое особенное место, где ты можешь побыть наедине со своими мыслями. Для меня этим местом является наш Гомельский парк. Парк Румянцевых и Паскевичей. Гуляя по парку, я могу любоваться природой, думать о чем-то важном для меня. Я люблю этот город. Здесь я родилась, взрослела, узнавала что-то новое для себя. Именно здесь случались все мои запоминающиеся моменты в жизни. В Гомеле я познакомилась со своими друзьями, которых я очень сильно люблю. Они всегда меня поддерживают и не дают унывать. Мы часто общаемся, гуляем, ходим по интересным местам и отлично проводим время. Я люблю свою малую родину за все прекрасные, позитивные, незабываемые моменты, которые я пережила. За то, что здесь моя семья. За то, что здесь я родилась и провела лучшие годы своей жизни. Детство. Ну, тоже прекрасный ролик. Вот, наверное, в характере Ани создавать именно такие светлые, яркие, солнечные работы. Да, я думаю, что да. Это первый, кстати, ролик? Да, но мне помогли его снять. Мне помог видеограф Дмитрий Самсонов. Но идея и реализация, в общем, всего ролика моя. Анечка, ну, я хотела бы, чтобы мы ближе к теме программы подошли, Малая Родина. Я хотела спросить у вас. Вы поддерживаете мнение о том, что любовь к Малой Родине передается через поколения? Ну, я думаю, что да. Просто, когда человек взрослеет, ну, он социализируется, и если это все закладывается в семье. Если семья любит свою Малую Родину, тепло о ней отзывается, рассказывает какие-то интересные моменты, то, конечно же, и ребенок будет любить свою Малую Родину. И наоборот. А в вашей семье есть какие-то интересные истории, может быть, традиции? Поделитесь, расскажите. Ну, конечно, есть. Мы на праздники. У нас большая семья. Ну, в семье я одна, но семья большая. И на праздники мы собираемся все вместе. Это Пасха, Рождество, 8 марта. И есть еще... Ну, Рождение, Новый год. Да, конечно же. Ну, вот, у меня есть новогодняя традиция у нас в семье. Я чаще всего встречаю Новый год с семьей. Троем, я мама и папа. И когда уже пробьют куранты, когда уже наступил Новый год, мы все дружненько троем идем под елочку и ищем подарочек каждый свой. И радуемся. Ну, и подарочки, наверное, иногда и своими руками. Ну да, это бывает, конечно же. Да, бывает. Это очень здорово. Прекрасная новогодняя традиция. Если вы думаете, что вы обойдетесь без интересных вопросов, в ваш адрес занимательных, касаемых белорусской культуры и этнографии, ошибаетесь. Для вас мы тоже заготовили вместе с Владимиром. Итак, первое задание. Памятаете, приказку протягнуть. Подказка. Прыказка говорить, у яким бы стане не знаходимся человек, ягу думы идеи не звязаны с житевыми надзенными интересами. Памирать собирайся, а жита. Пажинай. Не, не, не. Ну, это ж... Мы в будущее не глядзим. Памирать собирайся, а жита. Что весной робять? Сабирай. Да. У восень сабираюць, сабираюць. Сеют. Сеют. Памирать собирайся, а жита. Сей, кажуть белорусы. И ашчая одна приказка говорится тады, калі хто-небудь не зважая на тое, як ягу назвалі ці празвалі. Хоць гаршком называй, только ў печ. Не, кидай. Не кидай. Не кидай. Не сувай. Ну, не ставляй. Сэнс, зразумелі. Малайцы, вельмі добра. Ну, а тепер фотосдымкі, калі ласка. Паглядзіць на гэтае прадметы побыту наших проткаў. Першы фотосдыма, калі ласка, на экран. Што гэта такое? Люлька. Да, это люлька. Люлька. Вось як. Ну, калі нябудь бачылі сапраўну, не на фотосдымку? Нет. Такую старинную нет. Да, старинную нет. У нас же, канешна, в децтві была тоже люлька. Ну, гэта сучасна ў вас была. Можа ў музеях дзе нябудь захаваліся? Не? Мегіда? Я видел толь годов, наверно, 40-х, 30-х. Но она ідзёць не падвешанная, а как кроватка. Всё ж таки стояла, так? Раней жа і падвешвалі так сама. Уладзімира, а ў вашым музею, ў Рудні Марымонава, была такая? У этнографічным. Ну, ў нас была такая крыху реконструяванная люлька. Калыскаво сейх называлі. Канешні, была. Гэта такі неад'ємны атрыбутна огол, хаты вязковай. Поэтому, да. Добра. Ну і яше адзін фото з дыма. Каліласка. Гэта від зверху, скажам так. Від зверху. Зверху з дымалі гэты прадмет. Што гэта? Каліласна, тож там сажа я думаю… Гэта не сажа, гэта просто потямнела… Ну, потямнела. Эта, наверно, для блинов. Что-что? Для блинов, ну… Для блинов. Не, не для блинов. Так, ганочка… посудина для чагу а может для пирогов не дежа у нас была для для пирогов а гэта там есть рукоятки так так значит может что-нибудь выливать выплескивать выливать пола не и она мая объем мая объем белье может стирать малайчынках это ночвы саправдная ночвы вы дёбывали с древа вось такую посудину и мылебе лизну у этой посудине мылебе лизну ночвы называется по беларуску и у этнографичных музеях можно это знайсти но прежнейший этнографичным музеем владимир дзе наши удельники могут поглядеть на такие прадметы где угом или можно поглядеть мне здаяцца у школьных музеях что у любым у кожным школьным музеем это неадъемный атрибут таму что я не были розных форму маленькие а не великие и они есть абсолютно у каждым школьным музеем таким краязнавшим районных музеях их будет зашмат ну что ж наша программа завершается я дякую вам за ту информацию якую вы нам пропонавали я жадаю вам досягнення поспехау нехай вам тольки поспех и удача садзейничают нехая не будуць вашими с подорожниками правда у ладзимир у ладзимиру дзякуй великі за тое што ён нам так цікава раз павел про яго родные мясцыны шмат раритета у нам працтавю тут шмат цікавых фактау разказау шановны глядачы гэта была программа добрый вечер гомель на тэму малая радзима мы сустрэнемся з вами уже усе раду і пагаворым я шэ раз про малую радзиму бо гэта тема не вычарпальная всяго вам доброго и до сустрэчы а